Подниму некоторые вопросы, которые могут вызывать технические сложности. Мы уже говорили о том, что есть целый ряд задач, которые стоят перед патоморфологическим исследованием в контексте надювантного исследования при раке молочной железы. Есть несколько моментов. Мы говорили сегодня об установке клипс, где их ставить и зачем их ставить. Это действительно история не праздная. Это очень здорово помогает патологу, потому что, как говорил Петр Владимирович, даже в ситуации, когда пациентки настаивают на выполнении органуносящего вмешательства в этом объеме ткани, необходимо найти ту зону, в которой опухоль располагалась. Даже если нас клиницисты могут сориентировать по тому, в каком именно квадранте опухоль локализовалась, в ряде случаев морфологический регресс на макроскопическом уровне может не позволять нам идентифицировать образование либо место, где оно локализовалось ранее. Поэтому в этом отношении, конечно, установка клипс позволяет более эффективно, более прецизионно исследовать удаленную ткань молочной железы для того, чтобы повысить эффективность выявления минимальной резидуальной опухоли. И это отчасти также связано с тем, что существует несколько паттернов регресса, несколько вариантов ухода опухоли. Это так называемое концентрическое сжатие, когда опухоль уменьшается в размере без существенного изменения клеточной плотности в пределах опухоли, либо это диффузное снижение клеточной плотности, которое может быть выражено неравномерно, что приводит к фрагментации опухолевого узла. И здесь мы встаем перед выбором, каким образом репортировать эти изменения, каким образом оценивать размер опухолевого ложа, каким образом измерять размер резидуальной опухоли. И существуют разные рекомендации, мы немножечко коснемся этого. И на сегодняшний день, в чем, собственно, сложность для морфолога и для здравоохранения в исследовании материала после нодюванта, это необходимость экстенсивной вырезки, необходимость забора достаточно большого количества фрагментов, опять же из-за того, что вот эта клеточная плотность и регресс могут развиваться неравномерно в пределах опухолевого узла. И, к сожалению, на макроскопическом уровне зачастую бывает невозможно определиться, есть ли в этом конкретном участке опухоли или нет. И если мы будем рандомно забирать фрагменты, то мы можем получить ложные негативные результаты, то есть завышенную частоту полных морфологических регрессов, что является по факту результатом неадекватной вырезки или недостаточного исследования резидуальных масс. Об этом нужно помнить, и, собственно, с этапа вырезки и начинается качественная оценка степени патоморфологического регресса. Как уже говорилось, существует целая масса подходов к оценке, есть масса систем, которые характерны для нашей страны, которые использовались за рубежом. Они все принципиально, конечно, могут быть разделены на те, которые изучают опухоль и ее регресс и в молочной железе, и в лимфатических узлах с учетом или не учетом дуктальной карциномы ин-ситу как резидуальной опухоли, а также те, которые занимаются изучением только первичной опухоли в пределах молочной железы. И существует целый спектр подходов, которые имеют единую идеологию, то есть это оценка жизнеспособной опухоли, ее доли и ее степени клеточности, но, тем не менее, многие из этих систем аналитически не валидированы и клинически не валидированы. Есть один из примеров подобной системы, помимо Лавникова, это пятиступенчатая система оценки патоморфоза по Миллеру-Пейну, и схема здесь примерно такая же, просто несколько большее количество ступеней, и она, собственно, позволяет с точки зрения клинической валидации, это одна из немногих, из двух десятков с лишним систем, которая имеет данные о группировке по прогнозу в зависимости от степени регресса по этой системе, она позволяет здорово выделить группу, которая имеет полный регресс, то есть они имеют отличные показатели выживаемости, а вот провести уже границы между группами, которые имеют разные степени остаточной болезни, эта система позволяет не так эффективно, собственно, в этом одно из существенных ее ограничений, вторым является то, что это сравнительная система, которая требует для эффективного ее использования сравнения клеточности опухоли до начала терапии с клеточностью опухоли на момент исследования операционного материала. И не всегда у нас есть такая возможность, не всегда есть возможность сравнить эти две константы, и, собственно, отсутствие первичного биоптата наивного не позволяет использовать эту систему и ей подобные. Собственно, ограничения, существующие в других системах, были одним из триггеров по созданию системы RCB. Ее существенное преимущество в том, что она имеет клиническую валидацию, то есть мы знаем, что имеется существенная клиническая корреляция между классом RCB и показателями выживаемости. И эта система довольно проста с точки зрения того, что она не требует информации визуальной о клеточности опухоли до начала лечения. Она требует только четких данных о том, что было проведено на адювантное лечение, локализации и размере опухоли до начала лечения, а также клипсы или метки, конечно, приветствуются. И оцениваются все стандартные морфологические параметры, но в этом контексте необходимо, конечно, сакцентировать на том, что словосочетание «резидуальная опухоль», словосочетание «опухолевая ложа» зачастую в разных системах оценки лечебного патоморфоза имеют разные определения и разные границы. И одним из примеров может служить сравнение RCB и классификации TNM, которая тоже в своей части YP-TNM является одной системой оценки лечебного патоморфоза. Так, в категориях TNM «резидуальная опухоль» — это размер наибольшего непрерывного инвазивного фокуса. А в категориях RCB, помимо того, что в понятие «резидуальная опухоль» входит не только инвазивная, но и не инвазивная опухоль, а резидуальная, и мы должны измерить размер опухолевого ложа от границы одного инвазивного фокуса или ин-ситу до другого. То есть мы получаем зачастую очень большую разницу в размерах того, что мы называем резидуальной опухолью либо опухолевым ложем, в зависимости от того, какую систему мы применяем. Поэтому к этому нужно относиться внимательно, щепетильно, потому что если мы, скажем, применим критерии измерения размера резидуальной опухоли RCB, но воспользуясь ими для установления стадий по TNM, то мы получим разные категории. Что касается исследования лимфатических узлов, то тут действительно это тоже преимущество RCB, оно позволяет учесть статус лимфатических узлов, и не только количество их, но и размер опухолевого депозита, потому что, собственно, это один из методов оценки опухолевой нагрузки резидуальной. И необходимо также не забывать о том, что важным является параметром наличия либо отсутствия выхода за пределы капсулы метастазово-лимфатические узлы, потому что это один из предикторов риска местного регресса в акселярной области. То же самое касается и определений количественных в резидуальной опухоли в лимфатическом узле, потому что если мы опять же сравним RCB и TNM, то в TNM есть такое минимальное количество понятие, как микрометастазы, либо изолированные опухолевые клетки в зависимости от того, какое количество их присутствует. И мы должны помнить, что для RCB любое количество жизнеспособных опухолевых клеток в метастазе не позволяет установить категорию полного морфологического регресса и не соответствует, собственно, RCB-0. И вне зависимости от того, что формально по TNM это YPT-0, изолированные опухолевые клетки. Много правил, много нюансов. На сегодняшний день, к сожалению, ни одна из существующих систем, включая RCB, не являются универсальными, иначе бы мы уже пользовались одной какой-то системой. У RCB есть свои недостатки, помимо обозначенных нюансов с точки зрения терминологии. В один и тот же класс могут попадать очень разные с точки зрения регресса первичной опухоли либо регресса метастазов ситуации, которые, собственно, текут гетерогенно. И RCB класс 2 является самой гетерогенной категорией из этих всех ситуаций. И это, собственно, клинически демонстрирует слабые стороны этой системы. Но для того, чтобы она эффективно работала, эффективно использовалась, и мы могли бы сравнивать результаты оценки, выполненные в разных учреждениях, конечно, мы должны пользоваться одинаковыми правилами. Они доступны, опубликованы и могут быть внедрены в вашу работу, несмотря на то, что, в принципе, оценка лечебного патоморфоза – это ресурсозатратная история в силу необходимости очень тщательной вырезки. И мне нравится заканчивать словами одного неизвестного патолога, который говорит о том, что рутинное исследование морфологического материала в этом смысле является последовательно мультидисциплинарным, в то время как исследование материала в условиях неодиванта должно быть симультанное или одновременно мультидисциплинарным. И здесь действительно без помощи клиницистов, зачастую на вырезке, без адекватной информации о точной локализации и размерах опухоли не всегда мы можем адекватно репортировать те находки, которые имеются. Спасибо.